Я уверена, что каждый, кто по работе обязан вести деловые переписки, хоть раз сталкивался с неадекватными собеседниками. Я не исключение. Несколько раз в неделю мне пишут новые клиенты, чтобы узнать цену и условия сотрудничества. И, к сожалению, иногда такие диалоги заходят в тупик. К примеру, после озвучивания цены я часто получаю просто пачку фотографий без каких-либо комментариев. Как будто я автомат по обработке фотографий и должна каким-то образом выдать определенный результат клиенту. В таких случаях мне приходится осаждать клиента, объяснять ему условия сотрудничества, объяснять вообще, как происходит работа ретушера и фотографа, и буквально клещами тянуть техническое задание к фотографиям. Иногда люди врубаются в то, как все работает, и мы продолжаем сотрудничать дальше, потому что, ну, бывает такое, что человек никогда не сотрудничал с ретушером и не знает, как все происходит. А иногда бывает так, что человек все-таки непробиваемый и не понимает, как это все должно быть устроено. И с такими людьми, конечно же, мы прекращаем сотрудничество, даже не успев его начать, в общем-то. Я с легким сердцем отпускаю таких людей, потому что уже на опыте знаю, что ничего хорошего все равно не выйдет. И, скорее всего, мы не найдем какой-то коннект и не будем понимать друг друга достаточно хорошо. Клиент всегда будет недоволен моей работой, потому что не сможет нормально объяснить, чего же ему нужно, или, скорее всего, просто не будет знать. И я потрачу кучу нервов, чтобы попытаться как-то подстроиться под такого клиента. Казалось бы, такое происходит только с неопытными фотографами или клиентами, которые никогда не сталкивались с сотрудничеством с ретушерами. Но, к сожалению, даже крупные компании, люди, которые давно работают в сфере фотоуслуг, моды, постпродакшена, рекламы и так далее, не всегда умеют адекватно общаться в деловой переписке и вообще составлять техническое задание. Поэтому я решила, что все-таки будет правильным создать видео, где я расскажу о том, как же правильно работать с ретушером, чтобы это было продуктивное сотрудничество как для фотографа, так и для ретушера. Основываться буду я, естественно, на своих принципах работы. Поехали! Итак, если же вы решили обратиться к ретушеру, то для начала определитесь, что же вам от него нужно. Потому что любой ретушер адекватный будет требовать от вас технического задания, брифа и референсов. Многие, наверное, боятся этих слов и представляют что-то совсем запредельное, когда слышат их, но на самом деле все предельно просто. Техническое задание это четкое описание того, что нужно сделать. Референс это визуальный пример того, как должно что-то выглядеть. А бриф это просто общее название, допустим, в PDF файла, в котором вся эта информация будет собрана. И все это, конечно, очень важно, потому что ретушер без технического задания не будет знать, на что же ему обращать внимание каким-то особенным образом. И без референс у вас не будет взаимопонимания в каких-то визуальных вещах, потому что банально понятие красного у всех разное. Для кого-то красный это больше в алую сторону, а кому-то больше в сторону бордо. И когда вы составляете техническое задание, начните с общих моментов и постепенно переходите к частным. Так ретушеру все это и описываете. К примеру, у вас есть съемка с солнечного пляжа. И вам нужно, чтобы общее ощущение от фотографии было ярким, солнечным, теплым. Чтобы вода там была бирюзовой, модель была с загорелой идеальной кожей. Это будет как бы общим направлением, что нужно сделать с фотографиями. Далее переходите к каждой фотографии по отдельности. К примеру, фотография 001. Нужно убрать следы загара от купальника, нужно почистить песок, сделать у модели талию и ужу, попу больше. Фотография 002. Убрать лишних людей на заднем плане, добавить облака на безоблачное небо, поправить модели прическу и перекрасить купальник в другой цвет. И вот в таком духе по каждому кадру. В идеале можно на каждой фотографии отмечать ту область, над которой нужно поработать. Конечно, не нужно каждый прыщик и каждую пылинку выделять. Ретушер не дурак, он хорошо знает свое дело. Но обозначить какие-то моменты, на которые ретушеру обязательно нужно обратить внимание, все-таки стоит. Ну и как я уже сказала, такие вещи, типа тона кожи, воды и общей цветокоррекции, присылайте в референсах, чтобы ретушер точно знал, на что ему нужно ориентироваться. Так работа пройдет гораздо продуктивнее, потому что потом вам не нужно будет тратить время на внесение правок и выяснение, какой бирюзовый цвет все-таки правильный. Также не забудьте обязательно сказать ретушеру сразу, в каком формате вам нужны фотографии, какого размера, можно ли или нужно их кадрировать, добавлять резкость там и так далее. Я несколько раз по неопытности сталкивалась с тем, что отдавала ретушеру готовый JPEG, а в итоге он меня просил 16-битный тиф, хотя не предупредил меня об этом заранее. В общем, потратьте полчаса, час на составление адекватного технического задания, чтобы получить тот результат, который вам нужен. Потому что я много раз уже говорила о том, что сделайте мне красиво, это нифига неадекватное техническое задание. Что нужно сделать во-вторых? Решить все технические административные вопросы заранее, до того, как ретушер приступит к работе. Здесь речь идет о цене, способе оплаты, сроках выполнения работы и о внесении права. Лучше это обсуждать после того, как вы показали ретушеру материал, с которыми придется работать. Именно так ретушеру будет легче сориентировать вас в сроках, цене и так далее. И, конечно же, цена будет зависеть от объема работы, от срока выполнения, потому что если вам фотографии нужны срочно, то ретушер в праве потребует с вас 50% свыше обычной цены за то, чтобы сделать эти фотографии быстро. Обязательно обсудите, каким образом будет происходить внесение права. Это очень важная вещь, про которую почему-то все забывают на этапе переговоров. Например, внесение небольших правок в рамках ТЗ абсолютно нормальная вещь. Ведь есть какие-то детали, которые можно заметить и понять только после того, как ты увидел уже обработанную картинку. Обычно один-два круга правок с небольшими доработками всегда ретушер делает бесплатно. Если таких кругов становится больше или правки приобретают масштабный характер, когда, к примеру, нужно переделать то, что уже было сделано в ретуши, или нужно дополнительно сделать какой-то большой объем работы, то справедливо ретушеру попросить за это дополнительную плату. Потому что все задания, которые идут сверх ТЗ, они должны дополнительно оплачиваться. И вот, к примеру, если вы на портрете заказали только ретушь кожи, и после того, как ретушер это выполнил, вы просите его еще выполнить ретушь прически, то ретушер попросит у вас дополнительную оплату за эту работу. Потому что, во-первых, изначально оно не было обговорено в техническом задании, а во-вторых, ретушь прически займет, ну, не меньше времени, чем ретушь кожи. А, соответственно, ретушер потратит в два раза больше времени. И почему это не должно оплачиваться? Конечно же, должно. И не забывайте уточнить про предоплату. Обычно все ретушеры работают хотя бы по 50% предоплате. И поверьте, это абсолютно нормальная практика. Так ретушер обезопасивает себя и начинает работать только тогда, когда деньги поступят на счет. Не стоит бояться отправлять ретушеру деньги вперед. Поверьте, это его работа, это его хлеб, и вряд ли он захочет вас обмануть. Это не нужно ни ему, ни его репутации. Конечно же, есть мошенники, но их обычно очень мало. Если вы все-таки боитесь, то проверьте хорошенько, насколько живые страницы у ретушера не крадет ли он чужие работы и так далее. Ряд ли человек с большим портфолио и раскрученной страницей в соцсетях будет вас обманывать. Это правда ему не нужно. Наоборот, по опыту могу сказать, что это среди фотографов чаще можно встретить мошенников. Тех людей, кто не хочет платить за тестовые работы, тех, кто не хочет платить предоплату и потом вообще пропадает после того, как ты присылаешь фотографии. И подобных вот случаев их очень много. И получается, что предоплата это абсолютно нормальный способ закрепить сотрудничество. Если вы работаете с ретушером впервые, вам все-таки страшно отправлять ему большую сумму денег и давать ему большой заказ, то ограничьтесь несколькими фотографиями, чтобы сумма была не очень большой. И так вы как раз проверите и навык ретушера, и то, как вообще он работает. И потом вам уже будет проще работать с ним и прислать ему большие суммы денег за работу. Третье, о чем хочется сказать, это не обманывайте ретушеров и не бросайте слов на ветер. Этот пункт, наверное, самый выводящий меня из себя, потому что особенно раньше довольно часто я сталкивалась с такими людьми, которые писали мне, воспрашивали цену, портфолио и делали всяческий вид, что готовы со мной работать. Но потом они как-то таинственным образом исчезали, а я оставляла под них окно в своем расписании и в итоге оставалось ни с чем. И происходило это обычно так, что фотограф говорил, да, да, меня все устраивает, все классно, но вот у меня там съемка будет в среду, вот, и я тебе в четверг обязательно пришлю фотографии. Или, к примеру, да, все классно, я пойду отбирать фотографии и вот скоро их пришлю. И, собственно, никто никогда ничего не присылал. То есть, понимаете, это очень странно. Людей сразу что-то не устраивает в ваших условиях и, скорее всего, это цена, я так предполагаю. И они боятся показаться какими-то не такими, поэтому делают вид, что они готовы с вами сотрудничать, а потом тихо сливаются вместо того, чтобы сказать, хорошо, я понял, хорошо, я там, я подумаю и так далее. Просто завершить диалог, ничего не обещая ретушеру. Как будто есть что-то постыдное в том, что тебе не подошла цена или какие-то другие условия. Вот мне у таких людей хочется спросить, вы по магазинам как ходите? Вы заходите в магазин с одеждой, видите, что она вам не по карману и при этом продолжаете ходить по этому магазину, делая вид, что вы сейчас что-то купите? Ну, по-моему, это максимально странно. И вот вы из-за каких-то своих заб***ов показаться каким-то не таким тратите время ретушера, вносите смуту в его рабочий график. И в итоге, когда вы не выходите на контакт, пообещав прислать фотографии, как раз-таки выглядите абсолютно еб***дом, извините. Бывает, конечно, когда заказчик может реально что-то забыть, замотаться там и так далее. Но поверьте, ретушеру от этого вообще не легче. Потому что он на полном серьезе для вас, скорее всего, ставит место, а вы так и не появитесь. Ретушер может отказаться от какой-то другой работы, перенести ее и так далее. Просто потому, что он будет рассчитывать на вас. Так что, если вы пообещали ретушеру, что пришлете ему фотографии, но по каким-то обстоятельствам не можете их прислать, то ради бога, напишите об этом ретушеру, пускай он не оставляет под вас свое время. Уважайте чужое время и будьте профессионалом. И, к сожалению, в своей практике я несколько раз велась на подобной ситуации. Мне писали довольно известные фотографы. Я думала такая, о, ну вот они-то точно меня не обманут, они-то точно со мной захотят посотрудничать. И я оставляла под них свое время, потому что мне, конечно, тоже хотелось с ними работать. И в итоге они абсолютно пропадали, исчезали, не отвечали потом на сообщения и так далее. Теперь мне не важно, пускай мне хоть сам Патрик Демаршилье напишет, я даже брови не поведу, пока он не пришлет мне фотографии и предоплату. Уж слишком сильно и сейчас я уважаю себя и свое время. И я бы, конечно, очень хотела бы показать в этом видео вам реальные брифы, рабочие файлы, как выглядит техническое задание, как выглядит рабочая переписка. Но по понятным причинам я не могу выкладывать такие материалы в открытый доступ. Поэтому я подготовила для вас несколько примеров того, как это все должно выглядеть на фотографиях из рафбанков. Надеюсь, мое видео пролило свет на то, как продуктивно работает с ретушером и на то, как вообще профессионально общаться в этой среде. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте делиться этим видео со своими друзьями. Увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока!